Поэтому я скажу, что я заканчивал высшее военно-морское училище, дослужился до звания капитан-лейтенант. В принципе, владею многими вопросами картографии, навигации, штурманским делом. Смотрите, уважаемые слушатели и зрители, в частности. Я вот уже как бы сообщал, и ранее ролик так и не сделал. Я просто зачитаю часть письма ВКонтакте, пишет Николай Ёвченко. Я специально разжарил, я думаю, Николай возражать не будет, так как он предоставил и фото, и видео. Значит, кто впервые сталкивается с этим, я читаю вслух. Доброе время суток, меня зовут Николай. Очень много интересного нашел у вас. Я моряк, второй помощник капитана. Главная обязанность – прокладка маршрута. Сейчас нахожусь в рейсе. Так что, если что-то нужно помочь вдалеке, то обращайтесь. Нашел несколько моментов, может, как-то сможет помочь. Извиняюсь за качество, снимал на телефон, так как нет камеры. Далее мы видим с вами, что, уважаемый Николай, приводит мне цифры. Но я, допустим, не знаю, вот Алексею те цифры, вот мне они непонятны. А вот в данном случае, что это он на телефон заснял, и что он хочет, как бы это... А, и забегая вперед, уважаемые слушатели и зрители, Николай утверждает, что я максимально подошел к разгадке. То есть, в двух словах, Африку он никогда не огибал. То есть, предположительно, ее обогнуть невозможно. И континента Америка, со слов Николая, получается, тоже не существует. В том плане, что никто никогда этого не огибал. Дальше он, ага, вот еще какие-то он мне покажет координаты, приводит видео. Мне его не удалось скачать, он дальше его комментирует. Записать память закончилась, извиняюсь. Вот мы загрузили путь, получается, с Алгесироса, Испания. Это Гибралтарский пролив, прямо рядом. И вот наш путь, проложенный, вот как мы идем в Кейп Таун, получается. Вот. Вот, это у нас проложенный путь, вот мы идем в Кейп Таун, так. Вот, Кейп Таун, видите. Тут есть название, потому что у нас тут и есть карты эти электронные. Ну, то я отдельно сделаю ролик. Просто иногда Алексей меня упрекает, что люди, которые, допустим, Николай написал, он может быть якобы с их слов самозванцем. То есть, на самом деле, где-то что-то заснял. Может ли являться подтверждением то, что мы сейчас увидели, что он действительно находится в рубке капитана, что это что-то связано действительно с кораблями? Возможно, да, возможно. Да, Вячеслав, я могу подтверждение чуть сказать, но это мое личное мнение. Смотрите, обратите внимание на программное обеспечение и то, что он с экрана это снимать не может. Ну, то есть, как обычно, да, удобнее было бы снять просто видеоролик, а потом его прокомментировать. Нет, он, во-первых, туда вы не поставите свое видео. То есть, заметьте, насколько скачет, ну, вот включи экран, да. То есть, это именно программное обеспечение предназначено непосредственно только вот под вот эту машину. То есть, неважно, он там на Linux, на Windows или еще на чем-то. Это профессиональное программное обеспечение. И, честно говоря, в свое время я поинтересовался по поводу стоимости вот этих карт, ну, точнее, программного обеспечения. Это может позволить только большая компания. Да, это очень дорого. Это очень дорого все это закачать. Эти карты стоят десятки, а то есть сотни тысяч долларов такие вот комплексы. Да, но здесь, смотрите, он показывает это все в онлайне. И, заметьте, наблюдение тоже. Посмотрел, сколько версий карт предлагает компания, которая их создает в виртуальной. Ну, и, соответственно, такое программное обеспечение. Я просто удивился разнообразию. Ну, они однозначно знают, какая примерная хоть какая-то часть земли. И по какому принципу она строится. Потому что цены там баснословные. Обычно человек их не купит. Ну, и, скорее всего, любой человек, который покупает такое программное обеспечение, он не имеет права его взламывать и разглашать. Я так понимаю, вот эта вся информация, скорее всего, полузакрытого варианта. Ну, для служебного пользования или секретное? Да, да. Вот как минимум служебного. И, честно говоря, приятно увидеть такое обеспечение. Ну, просто так его не увидишь. То есть, это даже могут вам сказать, что это от конкурентов. Ну, я обычно в это не верю. Он в комментариях тоже пишет подтверждение, что это с рубки точно снятого. Алексей Красулин пишет. А вот, Алексей, небольшое отступление. Часто задаваем вопрос. Вячеслав, допустим, вы правы. Для чего от нас скрывает истинную карту? Вот, Алексей, у тебя лично есть какой-нибудь свой ответ, наблюдение? Почему же скрывают истинные карты? Ну, имеется в виду, что какие-то еще земли есть, а нам не говорят, что они там есть. Да, да. Ну, не знаю. Честно говоря, это комплексный вопрос, который связан, наверное, вообще. Почему и историю скрывают, почему и науку нормальную скрывают, почему и карты скрывают, и почему там ничего нам не понятно. Но это, наверное, все комплексно. Я думаю, тут все... Да, Алексей, а ты приводил пример, когда переписывались только. Там идет огромный комплекс наук. Я сейчас навскидку не могу вспомнить, но можешь ли ты сейчас озвучить, что должен знать этот современный, скажем так, моряк? Какие науки? Ну, смотря в какую сторону ориентироваться он будет, потому что при подготовке моряков, ну, после второго... их уже спецификации, в каком, ну, они будут, ну, так сказать, части служить. То есть, если он будет штурманом, навигатором, то больше туда, какие-то другие знания будут. Если он будет больше гидрометеорологом, то больше другие какие-то будут у него специфичные знания. Либо он будет обслуживать какие-то специальные службы на самом корабле. Ну, там, либо хозяйственные, либо, если это военные корабли, там, инженерная часть, инженерно-техническая, артиллерийская часть или так далее. В принципе, если речь идет о штурманском деле, то, конечно, в первую очередь они изучают картографию, астрономию, астронавигацию. И в примитивных вариантах все-таки нужно знать гидрометеорологию, знают, как устроены гироскопы на корабле, основы, конечно, хозяйственной деятельности корабля. То есть, все это, конечно, знают. Проходят практики и геодезии, и полигонометрические, и штурманские практики проходят, и устройства корабля знают. Ну, по крайней мере, основных, на которых они будут ходить. Вот. Ну, там есть еще практики по управлению экипажем. Сдаются различные, там, наизусть международные правила предупреждения столкновения судов в море, МППС, различные флажные, там, сигналы, там, азбука Морзе, еще раньше так было, ну, не знаю, как сейчас. Вот. Различные способы, ну, радиостанции, коммуникации, ну, много там чего знают. Учатся 5 лет, и еще там куча практик. Потому что все это, сдают кучу всяких экзаменов на допуске, в различных стажировках участвуют, а потом уже их выпускают. Даже при всех этих знаний гарантии нет, что тебя нормально трудоустроят, и ты нормально там пойдешь двигаться. Все равно все зависит от собственной толковости человека, его удачливости, ну, и связей, и много там чего другого. Так что, в принципе, ну, математика, конечно, в основе, геометрия. Многие такие точные науки, инженерные науки, ну, все это, конечно, знать надо. Где так, навскидку. Алексей, а вот у меня вот такой вот вопрос, он, как бы, вроде бы и не касается этой темы, в то же время касается. Вот смотрите, есть вот, сами знаете, вот в любом виде войск, есть так называемая элита, ну, тоже, грубо говоря, вот если в авиации, то есть это летчики, да. Если вот на корабле БЧ-1, БЧ-2, БЧ-3, там, ну, и пошло-поехало, да, то там тоже идет вот такое вот разделение. Вот на самом корабле вот есть так называемые, вот по званию вроде бы одинаковые, а вот они все равно считаются элитарными, грубо говоря, и не ходят в определенные наряды, вот, и у них там, ну, к ним отношение другое, и ведут они себя по-другому. Это случайно не навигация, вот именно, не штурман? Да, наверное, но, в принципе, так скажу, наверное, если сказать, то по верхней части, то, скорее всего, БЧ-1, по нижней части БЧ-5, вот, если так сказать, это инженер-техническая боевая часть, вот, они, как бы, заведуют всей внутренней частью корабля, и поэтому они там себя считают королями, вот. Ну, БЧ-1, да, это штурманское дело, на самом деле, и штурманов, и из БЧ-1, как правило, потом становятся первыми помощниками командира, или потом командирами корабля, то есть, вряд ли. И цель из БЧ-5, скорее всего, шансов не имеет стать командиром корабля, вот БЧ-1, да, скоро нет. Да, вот, я что-то к этому и говорю, вот, грубо говоря, это касается не только военных, я заметил это и в других, скажем так, службах, то есть, ну, которые имеют иерархию еще Советского Союза, что люди, которые в курсе каких-то вот тайн, они вот больше, вот, как бы, продвигаются, то есть, тот же президент Украины Кравчук, вот, или, точнее, Кучма, прошу прощения, и вот он в курсе был определенных вещей, и вот он у нас президент. То есть, это, конечно, натянутая, как бы, версия, но получается, что если человек с БЧ-1, который занимается навигацией, то есть, он все время, ну, это, это мозг, грубо говоря, корабля, да, управление его, то есть, куда он пойдет, и там принимаются основные, скажем, решения. И вот он там и остается, то есть, грубо говоря, ссоры из своей избы такой, мини-избы, да, не выносят, скорее всего. Получается, ну, тайну пытаются сохранить у себя. Ну, там, как бы, я не знаю, я там служил, когда скажу, что официально, как будто, тайны нету, но, в общем-то, скажу, что, предположим, всякие, там, скрыть пакет там в каком-то месте, и потом узнать о том, куда кораблю идти, или какие-то глобальные задачи, куда по факту идет корабль, это знают только специалисты БЧ-1, помощники, командиры или командиры. Нет, ну, вы же прекрасно знаете, что такое секретка и как она работает, то есть, это, ну, уголовное дело, если он нарушит, то есть, если он даже что-то расскажет, вы же знаете... Нет, конечно, никто не стремится ничего говорить, потому что по умолчанию, на всякий случай, никто ничего не говорит, то есть, вообще, даже, ну, так привыкаешь еще в училище, когда учишься, то, в общем-то, если нет причин говорить, то лучше вообще ничего не говорить. Ну, это называется же форма допуска просто нам, просто из чем. Да, ну, мало ли, на всякий случай, у нас просто сколько прецедентов было, кто-то что-то сказал, потом за это получил по башке, поэтому, на всякий случай, никто ничего не говорит. Ну, тут смотрите, да, ну, ладно, понятно, что есть своя определенная секретность, но, опять же, уважаемые слушатели, хочу сакцентировать внимание на то, что штурмана являются, как бы, очень часто замами и командирами, то есть, кто-то скажет, что вот они лучше разбираются в тригенометре, но в чем проблема, то есть, если не быть просто замом, почему не взять с другой части корабля, тоже хороших управленцев, вот, но это происходит нечасто. Нет, нет, берут только штурманов. Штурманов только, да? Ну, в основном, да, я просто не представляю, как командир БЧ-5 куда-то полезет наверх, он вообще никогда не полезет, или с артиллерийской службы, с БЧ-2, там тоже никто никуда не полезет. Ну, как бы, как вам сказать, я понял, о чем вы говорите, но, тем не менее, навигация, это, ну, опять же, навигация, это уже главное, это уже, то есть, другие вещи, ну, смотрите, есть же такие корабли, у которых главное, то есть, это артиллерия, либо ракеты, то есть, это главная составляющая, грубо говоря, корабля, да, и почему бы его не ставить, да, вот с другой стороны. Он-то знает все нагрузки, все, ну, то есть, такие вот тонкости, возможности, почему бы его не поставить, а именно... Я никогда подумывался, да, ну, хотя, да. Кстати, училища довольно ограниченные, которые выпускают именно этих специалистов, и там тоже есть определенные, ну, грубо говоря, негласные законы приема абитуриентов и выпуска в определенных, там, ну, что ли, кругах. Да, так называемые элитные взводы, вы хотите сказать? Ну, не только взводы, предположим, вот, бывшая, сейчас, я не знаю, называется морской кадетский корпус, но ВВМУ имени Фрунзе, оно в основном готовило кадровых офицеров, штурманов и так далее. Все остальные училища специалистов по артиллерии, радиосвязи в Муре-Попово, там, или там Ленина училище, или вот Дзержинского, специалиста БЧ-5. То есть, ну, как бы сказать, что штурманов в таком большом объеме в основном готовил училище Фрунзе. Вот, хотя других тоже было, но вот получается, что селекция происходит еще со стороны училища, то есть уже там, как сказать. А туда в основном брали тоже уже, чтобы люди были, чтобы отец у них тоже был там, ну и так далее, в общем, преемственность. Ну, вот опять же, вот, как бы хотелось бы повторить, в смысле чуть-чуть так отвлекся, но дело в том, что, да, вот, грубо говоря, к примеру, вот, авиация, да, чтобы сильно не отличаться, заметьте, что есть так называемые офицеры боевого управления, то есть, и они берутся, ну, по крайней мере, раньше брались с этих, с летчиков. И если летчик являлся в дальней авиации, то есть, то он занимал более высокую должность. Ну, как бы, это мое наблюдение, я вам скажу, что, смотрите, люди тоже относятся вот к штурманам, и штурманов, кстати, именно садят на вот эти управляющие должности. И заметьте, что главную должность занимают именно вот такие вот люди, не инженеры, не, ну, те же артиллеристы, а вот именно вот, которые вот в глобальном поле, в плане. Вот тоже хотелось бы вот это обратить внимание. Ну, давайте тогда чуть-чуть попытаемся перейти в другое русло. Как вы считаете, то есть, так называемая, грубо говоря, навигация по нашим морям-океанам, это строго секретная информация? Ну, или строго секретная, или просто секретная. Да, потому что, ну, ладно, понятно, что куда судно идет, это хорошо, это тайна. Ну, почему тайна, какая земля? То есть, ну, карта и карта. Да, ладно, там форма земли, а то именно самые карты тоже ведь, ну, странно нарисованы. Да, тут он параллельно, Вячеслав, показывает. Кстати, вот приливы и отливы никто объяснить не может. То есть, очень много вещей, которые надо изучать самим, к сожалению. Я изучал отливы довольно много лет, можно сказать, что я гидрографии профилирующий, там могу объяснить официальную всю точку зрения. Хотя, когда изучал, даже диплом писал по приливам и отливам, скажу, полный туман. А я вам подскажу. Ничего не поддается, вот так скажу. А я вам подскажу, все поддастся. То есть, ну, это все часа после, ну, как бы эфира, потому что мы отойдем от темы. И все же у нас получается интересная вещь, что есть же так называемый Тихоокеанский флот, есть Балтийский, правильно, или Северный? Да-да-да. Балтийский, Тихоокеанский, Черноморский и Северный. Да-да-да. Ну да, это грубо говоря, там, где похоронили Каспийского монстра, к сожалению, хорошее такое судно, судно-самолет. И все же получается, что даже каждый капитан, то есть, он служит, то есть, по сути-то, в одном флоте, то есть, и уже как бы под пенсию ходит только в центр, а так, ну, и то не. А так все только знают свой кусочек, скажем так, пространства. Все практически не ходят по океанам или ходят? Ходят. А, ходят, да. Ну, то есть, а получается еще тоже вот интересный момент. А вот, например, когда флотилия куда-то идет, то есть, каждый капитан разрабатывает, скажем так, маршрут, или есть флагман, который всех ведет? Тоже такой интересный момент. Ну, это там такая отдельная тема, там все зависит от, в чем они там принимают участие. Бывают учения большие там, флотов, бывают какие-то задачи эскадры, бывают какие-то локальные моменты. И это там все зависит от непространенности на задачи. Ну, ясно. Ну, такое, да, это тяжело так, если там даже не где-то. Ну, если бы знали бы, то, честно говоря, даже не знаю, что же такое такое задать. Вот есть что-то, мысли, может, Вячеслав что-то подкинет? Да, сижу, пуская видеодемонстрации, то, что Юрий прислал, но надо будет, скорее всего, отдельно там разбирать всего с комментариями. Конечно, Юрий, если... Ой, прошу прощения, Николай Юрченко. Николай, если вдруг, как бы, услышите это в трансляции или вдруг в записи, вы мне отпишите, есть ли возможность вас в эфир пригласить, чтобы это... Обсудить или иные вопросы. И вот, как бы, скептики, может, они сознательно пишут, они понимают, что все достоверно, а если... Как бы можно было в двух словах, вот есть люди, вот, ну, скептически относятся, что, допустим, к нам сейчас приглашен человек, который действительно много жизней посвятил, скажем так, деятельностью, связанную с флотом, и вообще много летал. Вообще стоит обращать внимание на такое, ну, я имею в виду, какие-то привести примеры, что это является, ну, действительно, что ты, Алексей, скажем так, в жизни сталкивался в своей биографии с этим, а не просто человек, который сказал, я вам сейчас расскажу, и на самом деле... Ну, можно... Дело в том, что даже хотя бы название боевых частей, я не думаю, что каждый знает. Второй вопрос, по многим узкоспециализированным вопросам могу ответить, если МПП и ЦС, что такое международные правила, БЭС-80, ну и так далее уж, кто специалист, о чем я говорю? Ну, Вячеслав, я вам скажу, что... Дело в том, что Алексей прекрасно быстро отвечает на вопросы по поводу боевых частей корабля, быстро отвечает на вопрос, ну, практически моментально по поводу распределения обязанностей и таких мелочей. То есть, ну, как бы, если кто-то в этом сомневается, ну, как бы, это их право. Дело в том, что мы здесь собрались не выяснить, кто краше и кто лучше, а пришли выяснить, то есть, какие-то мелочи. Рано или поздно, вроде бы, все мы говорим о каких-то мелочах, но они рано или поздно всплывают. Кстати, вот, Алексей, вот вопрос, кстати, по поводу звёздного неба. Здравствуйте. А вот, смотрите, вот в северной части, вот, просто я видел видеоролик, грубо говоря, объясню вам. В северной части звёзды перемещаются чуть медленнее, чем в южной. Это моё предположение. Ну, я даже видел видеоролик, когда снимали, как маленький кораблик идёт в Сидне и показывают, как звезда очень быстро перемещается относительно нашей, нашей вот помедленней, а там вот именно с хорошей скоростью. Да, возможно. Я на это не обращал внимания. Хотя я скажу, что мы проходили астронавигационные практики различные. Там, где, ну, не знаю, нас готовили типа, вот взорвётся бомба, выведет из строя всё электронное оборудование, надо уметь определять местоположение корабля по звёздам. Ну, или по светилам, по Луне, по планетам и по звёздам. То есть, в принципе, скажу, много за звёздами я был наблюдал через Секстан, с помощью Секстана и различных таблиц. То есть мы на протяжении многих лет учились, у нас даже соревнования были определять место корабля по светилам с помощью таких древних вариантов. Поэтому, ну, наблюдали, конечно, за звёздами, но не фиксировал никогда разницу в их скорости перемещения. Только как-то меня это мало волновало. Вот. Но вот скажу, что звёздное небо в море очень восхищало иногда. Ну, например, правильно замеры можно производить только в астрономические сумерки, когда линия горизонта видна. То есть звёзды хоть какие-то там отдельные на небе видны. Вот. Но небо, когда ночью уже и в хорошую видимость, конечно, там отдельных звёзд практически не видно. Личный путь представляет собой просто жёлтое пятно такое сплошное на небе. Вот. Как оно двигается, ну, трудно понять. Хотя я скажу, что мне трудно было вообразить, что это всё отдельные звёзды. Как раз вот приходила мысль о том, что это купол, на котором намазаны или навешаны какие-то там светящиеся. Потому что Зочень, он монолитно двигается весь. Вот. То есть никаких таких каких-то вот ощущений, что там есть некие отдельные объекты, нет. Только вот планеты, да, Луна выглядят как отдельные планеты. Всё остальное небо выглядит как просто монолитный купол. Вот. И это в море очень хорошо заметно. Да, Алексей, я с вами соглашусь, потому что есть очень интересное наблюдение. Кто-то скажет, что мы перемещаемся, и у нас все звёзды перемещаются вокруг нас. Тогда объясните, почему созвездия, которые над нами, никогда между ними расстояние, по сути, это не меняется. И вот старые вот даже документы, то есть даже различные там, ну, старые такие книги, и очень часто соотношение между звёздами тоже. Ну, понятно, что художник может там чуть ошибиться, но тем не менее, оно везде одинаково, да, спустя столетия. Ну, куда мы же тогда движемся, если оно всё в единой системе, и со временем оно не поменялось. Вот. Но всё же меня, Алексей, интересует, ну, а личное такое вот ощущение, быстрее ли или медленнее? То есть мы не возьмём это... К сожалению, не могу ничего прокомментировать, не обращал внимания. Хотя, да, смотрел, что, ну, в разных краях Земли, особенно разнесённые звёзды, разные видны. Или, по крайней мере, одни и те же видны совершенно под другим ракурсом. И я скажу, что когда особенно вот астрономические наблюдения часто проводишь, то, ну, ежедневно, то ты уже привыкаешь практически наизусть, знаешь, где какая звезда появится, где какие созвездия. И поэтому, если ты перемещаешься очень далеко, ну, на восток или на юг, и небо вообще неузнаваемо, конечно. Вот. Созвездие знакомо и много незнакомых созвездий. Вот это вот драка. Ну, опять же, это же фокусное расстояние. То есть, ну, как бы, то есть, как глаз нас принимает, это вот... Мне нравится вот американский контент. Они там молодцы делать свои, как бы, эксперименты физические. Если вы попробуете вот дома из светодиодов сделать, вот такой вот, типа, мини-люстру, и под разным углом, конечно же, они будут выглядеть по-другому, хотя созвездия тоже. Вот. И, соответственно, это говорит о расстоянии гораздо более близком. Кстати, вот правильно вы сказали, я даже не задумался об этом. Если бы они были на огромном от нас расстоянии, то, как вам сказать, мы бы не замечали вот это вот, ну, изменяется вид созвездия. А вы сказали, вот сейчас... Действительно, перемещаешься буквально на несколько тысяч километров, но пять тысяч километров, с точки зрения, если там тысяча световых лет, то, по идее, это вообще ничего, но мы перемещаемся на пять тысяч километров восточнее или западнее, и небо кардинально меняется. То есть, вплоть до неузнаваемости. Вот это очень важное ваше наблюдение, честно говоря, я про него не знал, я от вас слышу впервые. Это я точно знаю, я говорю, потому что у меня очень хорошая память, воспитанная именно как раз в училище еще, и плюс большой опыт астрономических наблюдений, ну, как не через телескоп, а именно вот Сикстан, 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 да. И вот, соответственно, там, когда мы на скорость мерили, то многие звезды уже, ну, на память помнили, где находятся, все созвездия сдал наизусть. Тем более, экзамены постоянно сдавали. Вот, и поэтому, когда приезжаешь там на Дальний Восток или, ну, уплываешь в Атлантику, и вдруг, бац, и небо другое совершенно, думаешь, а что это за созвездие? А, так это же Орион, а что он кверх ногами? Или, а что он вообще как-то по-другому? Ну, то есть, вот так вот. Ну, да, я понял. То есть, из-за того, что другой угол обзора, то есть, понятно, что, скажем так, давайте так. Получается, если вы находитесь, например, в точке, например, Санкт-Петербург, да, вы смотрите на небо, у вас большая медведица, ну, понятно, что она, скажем так, от времени года она переворачивается. Ну, вы можете переехать в то же время, но соотношение между звездами, оно поменяется, да? То есть, мы не говорим, она развернулась или нет, а вот именно соотношение меняется? Не меняется. Они разворачиваются по-другому и, как бы, в принципе, по-другому выглядит звездное небо из Владивостока, например, по отношению к Петербургу. Или, например, где-то там в Атлантике, вблизи Марокко, по отношению к Петербургу. Ну, созвездия совсем по-разному выглядят. Просто не узнать. Появляются новые, во-первых, там, например, в Аргентине, там вот этот Южный Крест, конечно, виден, и некоторые созвездия наши находят сутки и видны только в определенное время суток. Так что по-другому чуть-чуть вот все. Ну, опять же, если бы они находились на сумасшедшем расстоянии дальше, чем Солнце, ну, поофициально, скажем так, то получается, что и между ними не должно так сильно и меняться. То есть, вот этот угол, ну, даже в том же полушарии. По идее, да. По идее, не должно меняться. Но вообще небо сильно меняется. Особенно, когда ты привыкаешь. Люди, например, они не заняты наблюдениями астрономическими, поэтому многие перемещаются и, конечно, не обращают внимания. Небо и небо, и звезд куча. А вот если наблюдать так же, как я наблюдал, тем более, ну, с практической точки зрения, конечно, заметно, что все меняется. Вот есть так называемые навигационные звезды, навигационные созвездия, наиболее яркие, наиболее приметные. По ним там такой морской астрономический ежегодник еще выпускается, там с полностью всем, ну, с помощью которых вычисления производятся. Ну, там все они вбиты, поэтому, конечно, все известно заранее. Даже не знаю, почему этот вопрос обсуждается, потому что уже многие десятилетия, если не сотню лет, это все известно в открытых источниках даже нет. Да, вот еще один вопрос по звездному небу, вот очень интересует. А вот в южном полушарии, то есть то, что нам рассказывают, звезды северного неба видно? Да, в том-то деле, что видно, правда, не над головой, а видны как бы, ну, у горизонта. Да, под углом, да. То есть, получается, если мы говорим, ну, к примеру, да, полярная звезда, то мы видим ее, ну, видим, да, вот, получается? Ну, какое-то время суток можем увидеть, да. Ага, то есть мы полярную звезду почему-то видим. Хотя, по идее, если бы на шарообразной были, мы бы ее не видели бы. Нет, не видеть не должны, большую медведь все видно, ну, правда, видно только у горизонта и в определенной. Извините, друзья, пока тема со звездами не ушла, внимание на экран. Я так и не сделал много роликов, но я хочу вам просто постараться, уважаемые слушатели и зрители, Алексей и Роман, свои наработки, которые у меня в планах были для роликов. В данном случае я использую видеоролик уважаемого нашего исследователя Юрия Тимовского. Тут он демонстрирует звезды при большом, ну, максимально, сколько можно приблизить. Я потихонечку начал собирать скриншоты, на которых наши морские, так сказать, существа. В данном случае вы увидите на экране планктон. На самом деле, если вот так вот задаться целью и собирать действительные реальные фото планктона, которые нам доступны в океане, а потом, вот обратите внимание, планктон, да, а потом их сравнивать со звездами, то почему-то наш обыкновенный морской планктон очень дико напоминает, так, напоминает звезды. То есть, если навести камеру на морской планктон и на звезду, которую вот сейчас Юрий Тимовский у нас замечательно демонстрирует в ролике. Если, кстати, вот хороший момент поймал, да? Если, кстати, качественно некоторые звезды останавливать, вот пока они вот так вот замечательно псевдозвезды, ну, ладно, пускай не псевдо, как у нас принято называть, они могут приобретать идеальную шестигранную форму. Вот, это одна из наработок, которая, как бы, не довел до конца. Слав, мне просто, я потом тебе объясню кое-что по поводу этого, и сделать свои наблюдения. Слав, мне нужно с тобой поговорить без эфира. Именно сейчас? Можно через пять минут. Ну, это на втором компьютере созвон, а Роман может это продолжить, это эфир пока что. Да, надолго или нет, просто чтобы я понимал, насколько тематику, потому что... В общем, скажешь, когда будешь набирать меня на том компьютере, я подойду на втором. Так, по поводу звезд я тоже хотел бы сказать свои наблюдения, но это тоже потом отдельно, надо просто это в кучу. И, к сожалению, и вот еще один тоже интересный момент у нас. Алексей, еще не отключился? Нет, нет, я здесь. Да, Алексей, так смотрите, еще раз просто повторюсь и акцентирую внимание, уважаемые слушатели, на одну вещь. Если бы мы находились на шарообразной земле, то с южного полушария мы полярную звезду увидеть бы не могли. На какой вы примерно широте были? Ну вы же не на экваторе были, а где-то более южнее. Алексей? Ой, плохо слышно. Да, да, слушаю. Да, да. Ну вы находились, например, на каких широтах? То есть я не пришел в государство? Что тебе в Буни-Сайрес? А? В Буни-Сайрес. В Буни-Сайресе был. Уважаемые слушатели и зрители, в силу объективных обстоятельств наш замечательный гость через пару-тройку секунд нас, к сожалению, покинет, покинет эфир. Но мы искренне, Алексей, надеемся, что у нас появится возможность и в дальнейшем тебя приглашать и решать те или иные вопросы. Конечно, конечно, с удовольствием буду принимать участие в беседах и отвечу на любые вопросы. Я могу даже заранее согласовать и на любые темы, потому что, конечно... Да, Алексей, и по поводу приливов и отливов, я, ну, в смысле Часлам, я вам просто расскажу, откуда они все-таки берутся. Ну, то есть мы с Часлам уже обсуждали эту тематику, но хотел бы с вашего взгляда посмотреть, потому что я изучал очень много аспектов по поводу тоже этих приливов и отливов. Я изучал 2-3 года и много практик проходил, наблюдал их во большом количестве, много прочитал официально, могу полностью поделиться. В том числе, знаете, какие приливы и отливы на Дальнем Востоке, в районе Архангельска, Северодвинска и какие приливы бывают. То есть, на самом деле, там есть очень большие разные различия в этих всех приливов и отливовых явлениях и так далее. И мы это обсудим, и мы, может, найдем вот все-таки вот эту истину. С удовольствием. Да, я тоже, мне было бы интересно, потому что у меня как раз куча противоречий в голове относительно официальной версии. Она оказывается более проста, чем нам кажется. Мне тоже кажется, что там не так все сложно. Ну, ладно, я тогда прощаюсь с вами. Тогда до новых встреч. Да, спасибо большое, Алексей. Ждем на Котлярову.фм. Спасибо большое. Хорошо. Всего хорошего. Всего доброго. Да, с вами был Вячеслав Котляров и Роман. Потому что мы будем говорить о неких вопросах знания устройства. Поэтому я скажу, что я заканчивал высшее военно-морское училище, заслужился до звания капитан-лейтенант. В принципе, владею многими вопросами картографии, навигации, штурманским делом. Слышно меня, да? Алло, алло. Запускает. Да, еще раз, извините, уважаемые слушатели и зрители. Сейчас, наверное, опять звук наладился. Уже нормально, да. Да, передаю слово. Ну вот. Много ходил в море. Много занимался и геодезией, и картографией. Сам принимал участие для составления полигонометрических ходов. Ну, занимался и многим вопросом, связанным с изучением окружающей среды, моря, океанографии, гидрографии. Вот, много путешествовал. Был в Японии, на Дальнем Востоке много-много раз. В Корее. В Южной Америке много раз бывал. В Африке. В Европе почти везде. В этом, в принципе, владею большим количеством объективной информации, которая, в принципе, в свое время у меня вызывала некие противоречия внутри. Поэтому вот так. Сейчас я, ну, руководитель организации, которая занимается развлекательной деятельностью. Так что ли. Вот, хотя сейчас тоже моя деятельность посвящена большому количеству поездок, тоже, в том числе от Латинской Америки, кончая Дальним Востоком. То есть, практически все время, ну, имею возможность много ездить, много видеть, много с людьми общаться. Так, какое мое краткое резюме. Хорошо, так лучше? Так, замечательно. Ну, как говорится, самый животрепещущий вопрос, который мучает, ну, не мучает, интересует многих зрителей. Значит, мной было недавно заявлено во многих первых роликах с конца, что континентов Америка не существует. То есть, я на полном серьезе сообщаю, как говорится, положа руку на сердце, что нас нагло обманули. То есть, на карте эти, скажем так, материки искусственно, ну, просто так, отвольного нанесли. Как вот с точки зрения специфики прошлых лет и вообще, как бы, вот путешествия по всему миру, есть какие-нибудь наблюдения? Ошибаюсь ли я или все-таки я подошел к тайне розадки золотого ключика очень близко? Ну, я не знаю. На самом деле, очень крепки внутренние устои и вера в то, что нарисовано на картах. Но если абстрагироваться от них, то просто следовать таким моментам. Ну, например, я ходил в Атлантическом океане, опять же, вдоль Европы или там до центра мы доходили, но я лично не пересекал на корабле Атлантический океан, чтобы попасть в Америку. То есть, я так скажу. То есть, ну, это лично мои наблюдения. В том числе, предположим, когда я летал на самолете, то на самолете на трансатлантических, на Боингах больших 777 или аэробусах выводится карта, как мы летим. И, в принципе, там вроде как согласно этой карте мы пересекаем Атлантический океан, долетаем до Кранады, до Северной Америки, и потом вдоль двух Америк летим к югу. Попадаем сначала мимо Бразилии, или кто там до Бразилии летит, или если летим дальше, я летал в Аргентину много раз, то потом спускаемся до Буэнос-Айреса. В принципе, там по самой Аргентине много моих друзей путешествовало, очень популярное путешествие на водопад Игуасу, это на север Аргентины, там очень жарко, или на юг Аргентины, очень популярные поездки для альпинистов в Пампасы, в Пампас, там близко к огненной земле, там хорошие считаются горы, то многие мои друзья туда тоже ездили. Сама Аргентина огромная страна, более 5000 километров с юга на север, и в принципе там на самолетах только передвигаются, если особенно к огненной земле летать. Поэтому вот такие мои объективные наблюдения. На Дальнем Востоке я тоже был, ходил в море, в Тихий океан, но опять же скажу, что все вдоль побережья, в Японии был. Ну что там, что с самолета видно, там облака и так далее, то есть каких-то таких объективных моментов нет. Хотя у меня есть много друзей, кто живет в Америке, они оттуда пишут, они туда тоже летали на самолете, вроде как, когда летишь на самолете, пересекаешь Атлантический океан. Моя жена ездила в Америку много раз, вот во Флориду, в принципе, ну так. Ну хотя опять же, куда они там ездили, что летали, что пересекали, черт его знает. То есть, в принципе, как много вот скажу, что несмотря на то, что я много ездил, в основном, что какие наблюдения, что все летают стандартными рейсами, стандартными железными дорогами, стандартными путями. То есть, в принципе, какого-то такого, что сел в шлюпку и поехал куда угодно, нет. Поэтому, в общем-то, ну куда-то полетели, сказали, что в Америку. Прилетели в Америке, сказались. Ну вот так. Так, вот бытует расхожее мнение, вот, значит, одни люди, которые мне пишут, утверждают насчет самолетов пассажирских одну тему, другие говорят, это все чепуха. Вот, Алексей, лично ты сталкивался с такой вещью в многочисленных своих полетах, а именно, вот утверждают, что иногда буквально заставляют закрыть окна иллюминатора. Вот лично ты сталкивался, чтобы стюардессы настаивали, а здесь нужно иллюминаторы закрыть. Нет, при мне не было. Наоборот, очень часто говорят, наоборот, открыть иллюминаторы при посадке или еще что-то. Нет, иллюминаторы при мне ни разу не предлагали закрыть. Но, ну, не знаю. Я, на самом деле, только последние года два стал пристально смотреть, что там происходит в иллюминаторах. Скажу, многие моменты мне вызывают удивление. Ну, например, последний раз я летал далеко на восток, в город Чита. Мне интересно, что было, что мы летели на высоте очень высокой, около 12 километров самолет летел, но что с определенного момента на этой же высоте была некая мутная облачность. То есть обычно облака далеко внизу, где на высоте 3-5 километров, соответственно, высоты 12 километров, они выглядят как некая лужайка мохнатая сверху. То с какого-то момента вдруг облака поднялись до высоты 11, а то и 12 километров и представляли самую мутную пелену. Мы летели как будто сквозь, не знаю, какой-то портал, что ли. И потом вдруг они расселись и опять оказались внизу. То есть некие иногда возникают такие трудно объяснимые явления, которые, ну, если вот так вот сейчас думать, трудно поддаются. Видел и солнце, которое почему-то было ниже облаков однажды, да, сам видел с высоты 12 километров. То есть солнце было не над облаками, а просвечивало сквозь облака, как бы сквозь них. Тоже такое явление видел. Видел, когда солнце просто не уходило за горизонт многие часы и просто висело над горизонтом. Но опять же непонятно, то ли мы двигались вместе с ним, то ли двигались как-то. На самом деле, во время полетов, особенно с востока на запад или с запада на восток, много таких странных явлений иногда можно наблюдать. Но я говорю, что люди редко на это обращают внимание, так как все абсолютно убеждены в том, что официальная наука нам говорит правду. Так вот я думаю. Алексей, опять технический вопрос. Я вот, допустим, хочу показать карту, но я даже не знаю, сейчас я попробую ее как бы расшарить сразу и в онлайн. Вообще, Алексей, ты как бы только можешь видеть карту? Я сейчас с телефона говорю, хотя компьютер передо мной, но у меня там скайп на другом адресе. И там, наверное, я мог... Имеется в виду на ютуб зайти, ну сейчас я попробую демонстрацию. Я могу на ютуб зайти сейчас с другого компьютера и... Ну сейчас предварительно я все-таки попробую в скайпе расшарить картинку. Сейчас я на ютуб зайду. А пошла демонстрация в скайп сейчас? Да, пошла, я вижу. А, тогда не обязательно так. Сейчас тогда я и... Так, захват экрана. Так, уважаемые слушатели и зрители, сейчас я буду на экране демонстрировать карту, точнее две. Значит, нижняя и правая часть карты, которую я предоставляю, не претерпела изменений. Единственное, ну, те, кто сталкивался с моими роликами, знают, что Азию мне пришлось как бы сомкнуть. То есть оригинальная карта выглядит в разрезе. Так, сейчас три секунды, надо было ее подготовить, а то, может, впервые кто-то будет эту карту пить. Так, сейчас... Так, где в ютубе можно найти? А в ютубе сейчас, сейчас я скину ссылку, чтобы для удобства. Кстати, так... Одну секундочку. Ctrl-C, 158 человек онлайн, это замечательно. Так, значит... Так, все, можно пройти по ссылке. А, или в меню-то... Нормально, что скинул сюда, именно, да? Так... Значит, еще раз. Мне часто говорят, зачем я пользуюсь это старыми картами. Древние люди плохо разбирались в картографии и... не могли наносить точные, скажем так, размеры. На что я возражаю. Вот как вот... К специалисту. Я вот предполагаю, что точную береговую линию можно наносить только с высоты, как говорится, птичьего полета. То есть, можно лететь на объекте. А вот, допустим, есть... Ну, ну, да, в общем, еще триангуляции, полигонометрии довольно точно составлять карты. Но для этого нужны более-менее точные приборы, которые должны измерять точностью до угловых секунд. Ну, как нам официально наука говорит, древние мореплаватели это... Так, неполадки в соединении, я сейчас слышно. Алло. Та, ё-моё. Что-то какие-то захваты экрана, неполадки идут прям. Закон подлости какой-то. Видите, что творится? В нашем доме. Такое ощущение, что специально нам не дают этот созвон сделать. Видите, уважаемые слушатели и зрители, я нажимаю кнопку созвона. Так, сейчас... Почему-то связь пропала. У меня такое ощущение, что какая-то диверсия идет. Так, значит, я не буду, наверное, в Skype расшарить. Алексей, сейчас видно на другом компьютере, это то, что я демонстрирую. Да, 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 все нормально, я все отлично вижу, все хорошо. Так, значит, и для Алексея, если он не сталкивался, и кто впервые опять, я все-таки нашел ту карту, которая не так... Сейчас, три секунды. Так, прям какая-то диверсия. А, вот, все, отлично. Ага. Так, все, пускай в эфир, там, правда, немножко задержка будет длить секунду. Я могу сделать пояснение относительно картографии. Я надеюсь, я не буду распространять каких-то секретных сведений. Хотя, ну, так скажу, я постараюсь точно ничего не говорить. А так вот, так скажу, существует для отображения мелкого масштаба, то есть, ну, когда там в одном сантиметре туча километров, но это когда обзорные большие карты, там часто используются цилиндрические проекции или какие-то проекции обзорные такие. То есть, когда шар, ну, как бы шар, проектируется на цилиндр, ну, из-за этого получаются вот такие странные карты. В большинстве случаев для практических полетов или навигаций используются прямоугольные проекции, либо азимутальные проекции, что, в принципе, почти то же самое, что прямоугольные. То есть, нам говорили, что для крупного масштаба, это когда в одном сантиметре один километр или еще более крупный масштаб, что там можно пренебрегать этими типа искажениями. Но по факту получается, что все мореплаватели или геодезисты или так далее используют карты прямоугольных проекций. То есть, как бы плоской земли, грубо говоря. Это факт. Все карты в основном засекречены крупных масштабов. Если там с нанесением, то они все минимум секретны, а то и бывают совершенно секретны. Все картографические и геодезические работы тоже засекречены. Даже когда мы на практике приходили и делали что-то, у нас весь геодезический и картографический материал потом изымался. По поводу того, что можно ли сделать точную съемку без взгляда сверху, можно сделать, но опять же нужно знать вот эти опорные пункты, их точные координаты, так называемые реперные точки, это точки высотные относительно чего строятся. Ну и также пункты триангуляции первого класса, второго, третьего и так далее. Все эти сведения, как правило, хранятся в главных геодезических каких-то управлениях всяких там и так далее. Все они засекречены. То есть, просто так любой человек резко нарисовать какую-то точную карту вряд ли сможет. Да вообще, я думаю, что если кто-то выйдет и начнет с какими-то инструментами бродить по городу или где-то по местности, к нему очень быстро подъедут какие-нибудь там дяди и спросят, чем он тут занят. Ну и все. Так вот, вкратце ликбез по этому вопросу. Замечательно. Ну, разрешение данной карты очень отличное. И для тех, кто не в курсе, обратите внимание, в данном случае как бы карта разрезана. То есть, если я вот эту часть верхнюю, как ножницы, замкну, то то, что мы видим слева континент, часть континента Азия и справа, будет одним цельным континентом. Сейчас я продемонстрирую карту, где уже эта операция проведена. То есть, ножницы сомкнулись. Вот эта карта. Вот, Алексей, тут, по-моему, как бы наглядно видно, то есть, уже полоса проходит теперь здесь, если сравнивать, допустим. Да, я все эти карты, безусловно, до нашего диалога все просмотрел и видел все эти вещи. В принципе, выглядит довольно убедительно. То есть, я, в общем-то, с этим совершенно не сомневаюсь. И тоже думаю, что люди в древности не были такими уж совершенно глупыми, чтобы рисовать черное что. Тем более, что, в общем-то, они пользовались этими картами для торговых целей, военных целей и других целей. И явно были заинтересованы, чтобы информация там была достоверная. Еще очередной раз предприму попытку добавить все-таки романа, потому что он, как бы, человек, я гуманитарий себя позиционирую, а он человек с технической подковкой. И просто вопросы могут идти, как бы, в разных руслах. Так, Роман, я тебя добавляю, если ты меня слышишь. Если вдруг опять отвалимся, ну... Ага, спасибо, что добавился. Сейчас еще, Роман, это... Роман, это Алексей, Алексей, это Роман. Очень приятно. Вроде слышали. Так, сейчас я... Еще от себя это, как бы, тоже пару вопросов сдам. Значит, чем мне нравится эта схематическая карта? Справа мы видим древнюю карту. Она не претерпела изменений. То есть нижняя и правая часть карты, это именно то, что можно найти в интернете. Вверху, естественно, мы немножко схематически и в центре подрисовали. То есть в данном случае мы с вами видим часть, как принято сейчас называть, антарктического пояса или антарктического круга. Еще он подписан, самое примечательное, Бразилия. Вот. Значит, кто не сталкивался, значит, можно найти информацию, что в 47-м году на базе, которая находится в современной Арктике, это, как принято называть, Северный полюс, американский пилот Ричард Берн отправился на север. И пролетевший какую-то часть оказался на континенте, как он его позже назвал, Асгард. Я схематически показываю направление, куда летел пилот. То есть на этой карте я утверждаю, что не хватает как минимум еще двух материков. Раз США нету, то надо как-то водную гладь заполнить. Вот. Спустя время, когда Берн вернулся обратно и доложил в своем штабу, где он был, они возглавили флотилию, которая отправилась к берегам Асгарда, и где благополучно была потоплена, скажем, жителям Асгарда. То есть есть в интернете ролики, так можно и назвать, Ричард Берн, ролик на английском языке, где он, в принципе, сам подобное рассказывает. Вот, Алексей, ты не сталкивался с подобной информацией про Ричарда Берна? И если сталкивался, это фантазия просто человека или то, что он рассказывает, могло быть? Ну, я где-то слышал, но, наверное, слышал так же, как ты. Хорошо. Роман, есть ли такие вопросы, которые могли бы с твоей стороны развернуть нашу? Вот, давайте тогда начнем с тематикой Берна. Вячеслав не скинул эту статью, я его зачитывал онлайн на Котлер ОФП. И вот возникает вот такой вопрос. Роман, подожди, опять отвалился. Но не будем все равно тебя отключать. Алексей отвалился даже, когда мы с ним были вдвоем. Это такое ощущение, что... Сейчас подсоединиться. Посмотри, что творится. Алексей, возьми, пожалуйста, трубочку, если ты на втором компьютере слышишь меня в онлайне. Что это может быть? Ну, скорее всего, версия у него. Или телефон не тянет, два потока сразу, понимаешь? Вот тут вопрос такой. То есть, как бы, сам момент... О! Отлично. Ром, объясни, да, с чем это может связано, почему отвариваешься? Сейчас слышно меня, Алина. Может, интернет, да-да-да. Вы подключены через Wi-Fi, надеюсь. Сейчас меня слышно? Да-да-да-да, слышно. Смотрите, давайте по Берду тогда попробуем. Придется так пока. Что тут уже поделать? Смотрите, у меня вот такое вот... Мое наблюдение, то, что Берд летал на самолете, предположительно, я выбрал тот самолет, который летает в самый распространенный варианте, это DS-3. Ну, типа нашего Stahl 7, на котором летал Сталин. Вот то же самое, вот там как раз описываются два пилота, которые перемещаются. И, соответственно, ну, то есть, там Радис был и сам вот этот Берд. Скорость крейсерского этого самолета 300 километров в секунду... В час, я прошу прощения. 300 километров в час. И по описанию летели где-то 5 часов. Ну, если правдивый бортовой журнал, ну, соответственно, легко подсчитать, что это где-то расстояние, ну, 1500-1600 километров. Вот. И вот куда же не прилетели, скорее всего, не летели не так уж и долго. Либо там подделка из бортового журнала, то есть он когда писал, уже искривил данные, либо, ну, земля находится не так уж и далеко. Ну, по вашим меркам, почитайте, 1500-1000. Это же очень маленькое расстояние. Там подделка из бортового журнала, то есть когда писал... Алексей, там у тебя на компьютере желательно выключить звук. У тебя идет это... Скорее всего, дублируется эфир. То есть на YouTube на самом просто звук надо выключить. Ты, получается... Да, я выключил, выключил. Сейчас меня слышно? Да, слышно отлично. Я выключил с компьютера звук, да, выключил. Вот. Суть такая, Алексей. Получается, что самолет, то есть если бортовой журнал, который он записывал и писал, грубо говоря, спустя годы, то есть если он не влет, то есть они где-то летели вот в расстоянии 1600 километров. Ну, благодаря таким простым подсчетам. Он, конечно, не пишет, на каком самолете он перемещался, но я вам просто скажу, что этот самолет, я посмотрел, один из самых распространенных и самых надежных в авиации, который летает по Сиди, как показатель качества. Вот. Ну и два пилота. То есть и вот они летели где-то 1600. то есть может быть где-то вот на таком расстоянии, на Антарктике, что-то такое вот, куда они могут прилететь. Тут так, предположительно. Роман вопрос задавал, который был слышен. Вы слышали вопрос, Алексей? Капой. Ага, не слышали. Смотрите. Подбирал, грубо говоря, самолеты, то есть которые подходят по характеристикам, на которых мог летать Берт и его пилот. То есть там всего было два человека экипажа. Единственный, который подошел, это DC-3, который еще разрабатывался с 1939 года. И летал там в 2010-е годы, а в некоторых странах он летает и по сей день. Так вот, там два человека, и крейсерская скорость, по характеристикам, он похож на Сталь-7, на котором даже летал Сталин. То есть надежность данного самолета доказана годами и доказана его серийностью. То есть один из самых серийных самолетов. Так вот, крейсерская скорость у него 300 км в час. Если верить его бортовому журналу, он, скорее всего, летел, они или с пилотом своим летели, где-то 1500-1600 км. То есть возможно ли от Антарктики какие-то вот такие, какие-то земли, 1500 км, 1600, про которые мы не знаем. То есть просто теоретически даже. Наверное, возможно. То есть, в принципе, если честно, я вот когда в море-то ходил, очень мало у меня было среди моих знакомых, кто в южном полушарии был, скажу. Не-не, это северная часть. В том-то и дело, что они, грубо говоря, садрали. А то опять отвалился, опять отвалился. Да-да-да. Как так можно общаться? Что делать, что делать? Ну, представляете, что происходит? Там человек по-английски действительно, он не может лев писать. Здесь совершенно что-то, миссия. Так, это получается, сейчас надо все-таки технический вопрос как-то уточнить. Если у него рядом компьютер есть, может ли он это со второго компьютера? Да, тогда просто скинь свой ник в чат. Алексей, надо как-то все-таки технический вопрос решить. А есть возможность со второго компьютера в Skype добавиться или это? Да, есть возможность, но там я просто по другому адресу. Может быть, даже потому компьютеры лучше сделать. Может, у меня коммуникатор? Давайте тогда. Да, набери меня, пожалуйста, это опять сюда же. Хорошо, сейчас я с этого выйду, с того наберу. Да, замечательно. Итак, уважаемые слушатели, кто пропустил, скажем так, про Берда? Это такой вот уникальный случай. Мало кто знает, что в свое время флотилия ВМС США ходила на непонятные земли, на какую-то швабию и с кем-то собирались воевать. Потом в дальнейшем этот же Берд рассказывал, как очень много они потеряли кораблей и самолетов, и летали там непонятные аппараты. И так же вот во втором описании, это то, что Берд, когда слетал на ту землю, его предупредили, что воевать нельзя и ну, как бы за землей смотрят соседи. Ну, как-то слышно меня. Да, да, да. Я думаю, что лучше здесь общал. Ну, звук надо подтянуть чуть-чуть. Звук немножко подтянуть, да. Потому что как бы... У меня микрофон застроен, я не буду им пользоваться. Так, а что же делать? Ну, попробовать его подтянуть, а свой потом этот сделать тише как-то. Микрофон, и все. Так лучше? Нет, еще усильте. Там, где вот Skype у вас, есть вот такие вот полосочки, то есть, ну, три точки и полоски. Вторая. Ну, как похоже, как на прием антенги. Нажмите, и там есть настройка микрофона. Сейчас попробую. Ну, обычно у вас как микрофон, он уже должен обозначить. Просто шкалу как-то поднимите. Да, он по максимуму выстрелил. О, уже чуть-чуть лучше. Коммуникатор может не тянуть, просто трафик. Коммуникатор, скорее всего, ограничен по трафику. У него там иногда бывает включаются какие-то службы. Ну, там кто-нибудь пишет смс-ку мне случайно, я же не могу так совсем связь. Там у меня иногда так включается, я думаю, из-за этого. Ну, так меня хоть чуть-чуть слышно. Ну, чуть лучше. Чуть лучше, но, к сожалению. Смотрите, кстати, вот смотрел я, как моряки прокладывают маршруты, я вот удивился, что вот у них вот карты кусками. То, что вы рассказываете, да, очень правдивая информация. Дело в том, что там только кусочки. И я тоже удивлялся, когда смотрел летные карты. Вроде бы как бы у авиации, то есть, и вроде бы иногда и дальность полета должна быть больше, но всем почему-то выдают вот какими-то кусочками. То есть, в подтверждение ваших слов, то есть, странный такой масштаб, не проще ли дать побольше размер и, если что, уточняющую карту. Нет, дают только вот определенными отрывками, то есть, грубо говоря, перед полетом. И в основном этим занимаются штурманы. Ну, конечно же, это если... Заранее готовят карты, выдают штурману, он иногда там что-то дает, ну, готовят эти дела. Даже средние продолжительности путешествия целая стопка карт на это уходит. Да, да, да. Вот это удивляет, что в картах не общее дается, а потом уже вы можете просто по этим картам выбирать. А вам именно уже пронумерованные карты и дают в таком масштабе, а вы потом их складываете. Ну, и прокладываете, соответственно, потом маршрут. Тоже вот такая вот странность. Скажите, пожалуйста, вот по поводу самолетов. Вячеслав пытался вам донести и объясняет вам, в чем ситуация. Вы когда... Я в самолетах не очень разбираюсь. Ты что? Я в самолетах не очень разбираюсь, но... Не-не-не, тут больше вот такая вот составляющая, то, что Вячеслав пытался вам задать вопрос, вы чуть, может, неправильно поняли. Смотрите, вы когда садитесь в самолет, вы летали вот в ночное время, в хорошую погоду, ну, вы летали из какого-то аэропорта? Конечно, летал много раз. Вот. Когда вы поднимались над городом, ну, то есть над городом, желательно не сильно ярким, ну, то есть, где заселенность не сильно большая. Да-да-да, был дело. Вот. Ну, вот и Томск полетал. Томск небольшой город, в принципе. Да, то есть освещенность от города не сильно яркая, то есть и вас не слепит. То есть мы не говорим о таких больших городах, как Петербург, Москва, и говорю просто о обычном городе, как, ну, пускай будет Томск. Думаю, что это не сильно яркий город в ночное время. Так вот, когда вы взлетаете, вы обращали внимание, что на вот так называемый горизонт, как вы привыкли, возле горизонта звёзд нету? Да-да-да, вот это я тоже хотел об этом сказать, что на самом деле даже на большой высоте и вообще когда не взлетаешь, звёзд почти нет или они очень тусклые, практически какая-нибудь одна, например, звезда типа Вега, которая с Земли в сумерках появляется одна из первых, то, например, на высоте этих звёзд практически не видно. Вот. Потому что если сравнивать, когда я видел особенно в южном полушарии звёзды с моря или в Атлантике, они выглядят как просто нарисованные, то есть даже скажу, что там отдельных звёзд не видно, выглядит как будто всё небо заляпано жёлтым. Вот. То есть яркость огромная. То есть звёздное небо, иногда там можно чуть ли не книжку читать при полнолунии, то есть очень сильно светло. А самолёт, когда подлетает, и даже, в общем-то, высоко, казалось бы, никакая засветка не мешает, и я вроде ближе к звёздам, но как раз небо тусклое, иногда совершенно беззвёздное, и видны какие-нибудь отдельные 2-3 звёздочки, и очень тусклое и маленькое. Да, это я тоже обращал внимание и удивляло меня. Вот. И тут же у нас, смотрите, очень интересная ситуация. Получается, у нас настолько интересно фокусное расстояние глаз, то есть глаз так уникально видит, что у нас всё закругляется, то есть на большом расстоянии. То есть так мы видим вот такое звёздное небо. Но когда мы поднимаемся на самолёте, мы не видим горизонт. И, к сожалению, из эллиминатора мы не можем взглянуть вверх. Это может быть, ну, позволит только себе пилот. Ну, то есть и то, если у него, скажем так, окно находится, скажем так, смотровое, назовём так, скажем. Смотровое его не иллюминатора, а окна, да, по большому-то счёту. И вот они находятся под углом. Вот ему есть такая возможность. Обычные пассажиры смотреть не могут. Ну, кроме как Ан-24, кстати. Вы на таком не летали никогда? Летал на Ан-24. На Украину как раз летал несколько раз. Раздолбанная машина довольно. Ну, у неё, кстати, есть уникальное такое вот окошко боковое. Вы понимаете, о котором я говорю? Который с шариком, полушариком. Да-да-да, знаю-знаю. Вот. А в него вы смотрели? До Водеса смотреть начну. Нет? В Водесу я летал. Я что-то тогда так не парился по поводу звёзд или так далее. Ну, да, вроде смотрел что-то, но тогда я на это не обращал внимания. Я только последние два года сильно обращаю внимание, когда летаю. Так вот, я вам скажу одну вещь. У меня не получилось. То есть даже в ночную, когда вылетал, то у меня не получалось смотреть на небо. То есть я замечал, что всё тёмное, как ни странно, хотя яркая погода. То есть перед вылетом никаких нет. Так вот, я вам скажу, что дело в том, что если вы посмотрите, именно на самый верх, когда будете взлетать, ну, получится на таком самолёте полетать там, или там, где вот, скажем так, фюзеляжи будут смотреть наверх, то вы увидите всё звёздное небо именно только вверху. Понятно. Да, ну почему-то всё так происходит, не объяснить очень тяжело. Просто знаю, как это примерно, да, то есть долго объяснять. Ну, правда, да, то есть благодарю, что ещё раз подтвердили данную тематику, что правда, что очень многие люди просто на этом не акцентируются, а на гражданских авиалиниях, вот я помню, что некоторых людей просят прямо, то есть некоторые авиалинии просят закрыть вот эти вот окошки. фюзеляжи при взлёте, при ясной погоде, не солнечной, а просто ясной. Вот. Если там какой-то туман или, грубо говоря, облачность какая-то, то не просят. А вот именно при, ну, ярко погодит, просят. Это всё вот в эту же тематику. Так, по поводу, вот, кстати... Я, ну, как бы, не стал устраивать батл, то есть что имеется в виду, то есть, допустим, другая сторона, есть, допустим, люди мне пишут в комментариях, что я озвучиваю чепуху, то есть, как бы, вот, допустим, была мысль добавить человека, который утверждает, что он везде тоже перемещался, как он говорится, и ходил, и летал, и он, там, допустим, смог бы, если бы его добавить, с лёгкостью в онлайне доказать. Но я пока таких, ну, людей не добавлял, ну, как бы, может, там уже, как бы, в будущем, если Алексей, там, захочет дискуссию... А что он будет доказать? А что он будет доказать? Я, например, ни с чем спорить не спираюсь. Да, да, да. Вот как бы, можно сказать бы людям, которые, вот, допустим, есть известный на ютубе блогер, ну, назовем его блогер, стрейнджер, который написал, что он пешком прошел полностью, начиная от самой южной точки Южной Америки до Аляски, то есть, пересек, вот, может ли такое быть, как он мог? Я, вот, допустим, ну, просто вот вопрос задаю. Не знаю, черт узнает. Я не ходил пешком, мне трудно ответить. А что можно сказать людям, те, которые, вот, они говорят, мы это, все видели, мы были и в Америке, мы были и там, и в Южной, и в Северной. Эти континенты существуют, не морочь людям голову. Как можно? Ну, они просто летали, ну, как и я летал тоже, ну, в Южной Америке я был, через Северную летал, ну, как бы, ну, что там, садишься в самолет, летишь, тебе говорят, что так, все, в принципе, все равно каких-то объективных способов, доказательств нет. Ну, вот я сравниваю, например, я когда служил, ну, предположим, будет тебя в 5 утра, сажают в самолет, он летит, высаживаются, тебе говорят, вон там побегут люди в зеленом комбинезоне, это американцы, туда стреляй. Ты находишься в Сирии, но, с другой стороны, ты мог бы же находиться, хочешь в Сирии, хочешь в Африке, хочешь в Америке. Все равно, как бы, в принципе, любой человек садится, что-то ему говорят, он что-то видит, какие-нибудь приборы. В основном все ориентируются больше на то, что ему говорят. Все равно каких-то объективных способов контроля у нас все равно нет. То есть, ты в самолете летишь, тебе там карты какие-то демонстрируют, ну, в принципе, да, тебе карты есть здесь. Ну, вообще, как бы, так, не знаю, по-моему, все может быть, по большому счету. Каких-то объективных совершенно способов контроля нет. Объективный был бы, если бы я сам мог бы действительно смотреть в иллюминатор, видеть очертания материков, не нарисованные карты или какие-то сведения других людей, а именно сам. Ну, так, в принципе, конечно, потому что я тоже был в Южной Америке, тоже в Литерной Америке, у меня друзья в Америке живут. Ну, с другой стороны, где они находятся, на самом деле, неизвестно. Алексей, а вот я сейчас очерчу, ну, как бы, и вот у нас есть и Леночка из Германии, она, в принципе, когда-то даже под роликом оставила описание еще полгода назад, а потом в онлайн-трансляции озвучила. Я вот на карте схематически покажу, то есть, как она говорила, идут долго льды, и потом я вот в ролик включил твое замечание, что я выстроил траекторию полета так, вот здесь, допустим, находится у нас Европа, то есть, самолет вылетает, сейчас, секундочку, из Европы летит вдоль, назовем, арктического пояса, да, и летит, летит, и потом низко поворачивает вниз. Ну, как я сегодня из приватной беседы, предварительной, с утра, ты, Алексей, говоришь, что вообще и другие виды полетов существуют, только не обязательно тот, который я показал на карте, или ошибаюсь, то есть, траектории полета. Ну, я не знаю, дело в том, что я не пилот, то, что там в самолетах транслируется, этому надо, видимо, верить. По тем картам, которые транслируются в самолете, например, в Америку, летают через северную часть Атлантического океана, потом уже, то есть, никто не летит через экватор, там, или по южной части, то есть, все летят через верх, а потом спускаются вниз. Так, что еще по поводу Америки? Допустим, пофантазировать, допустим, вот есть люди, которые услышали информацию, думают, ну, я сообщил, кто подключился, Америка находится с нами на одном материке, то есть, вот я черным выделю на экране, в этой области. И я утверждаю, что можно из Харькова пешком дойти до Статуи Свободы или до Голливуда. Как в нынешних условиях, можно ли, или просто какие-нибудь, ну, даже если нельзя, какие способы проверить, существует, что можно, ну, что Америка существует с нами на одном континенте? Ну, если позволить на легком самолете пролететь, тогда было бы здорово, наверное. Сел на легкий самолет, чтобы все было видно, и пролетел. Но дело в том, что, в принципе, особо свободно перемещаться очень тяжело, пешком или на велосипеде, далеко. Хотя, кстати, у меня однажды был путешественник, который утверждал, что он Африку по контуру обогнул, и вообще там так далее. Ну, не знаю, это трудно. Ну, честно говоря, Алексей, по поводу Африки в том-то деле, это не сильно там, ну, принципиально. Тут же Африку, обратите внимание, на всех старинных картах и Европу обрисовывают спокойно. И, ну, то есть, очень много вот этих источников, которые, на что обращают внимание, это вот на эту территорию, ее легко показать. И они показывают, и даже в переделанных картах отрисовывают относительно качественно. Но, и заметьте, все туристические поездки, ну, они определенные. То есть, у нас есть, то есть, Египет, Турция, ну, Килиманджаро, да, там. Почему-то в ЮАР, ну, как-то не сильно, да, то есть, там какой-то апартамин был, а теперь там бандити сплошные, то есть, преступность. Ну, в Бразилию есть поездки, в Аргентину. Ну, опять же, на Поксии же могут они там прокатиться, опять же, тут очень много вопросов. То есть, вас все равно, ваше путешествие определяет туристические компании. Вот. Патагонию есть, это иногда на машинах туда, но там, конечно, очень малоциализованный край. Алексей, подскажи, не все слушатели, зрители знают термин Патагония. Поэтому, чтобы им легче сориентировать, юг Чили. Пампас, да, это юг Аргентины. Но дело в том, что там, ну, в Южной Америке, чем южнее, тем холоднее, а чем севернее, тем жарче. Поэтому там вот эта Патагония или пампы, пампасы, они довольно суровый там климат, где-то у нас в тундре. Там горы, ну, там холодно, и там вообще есть места, где погода отвратительная очень. Туда только туристы экстремалы ездят, то есть, просто так туда не ездят. Хотя кто-то из моих знакомых-то ездил как бы на машине, вот они говорят туда. Там, ну, там тоже очень слабые дороги, там железных дорог почти нет. Там вроде как есть какие-то дороги обычные, многие на самолеты летают. Поэтому мне трудно объективно сказать, насколько они свободны там в перемещениях. И не пользуются ли они просто тоже так же проторенными тропами. Насколько я знаю, что на юг Аргентине, туда к огненной земле, то есть, ближе к Антактиде, попасть так же трудно. Там нужно получать специальные допуски. То есть, просто так туда, ну, в общем, тяжело попасть. В общем, там группы там формируются, да. Там, в общем, так вот просто взял, захотел и поехал. Ну, напряженно будет. То есть, туда все равно нужно попасть в какую-то туристическую группу, которая получит большое разрешение. Атомно дорого это будет, во-первых. То есть, там, потому что вертолетами только туда летают. И, в общем, это не для слабонервных и не для бедных людей туда путешествия.